Старты Туяны Дашидоржиевой расписаны на несколько месяцев вперед. Каждый день по минутам. Чтобы стабильно выигрывать различные соревнования, жертвовать приходится многим. В цену победы входит строгий режим дня. Ежедневно две тренировки. В общей сложности это 7-8 часов отработки техники и точности стрельбы. А еще бег, подтягивания и другие физические упражнения. Многие считают, что в стрельбе из лука это не столь важно. На самом деле физическая подготовка нам просто необходима для того, чтобы справиться с тяжелым луком. Лук Туяны весит порядка 3 килограммов. Однако сил натяжения тетивы 18. Невольно удивляешься, как хрупкая девушка справляется с этим чудом техники. Сама спортсменка улыбается. Говорит, что сила воли и тренировки творят чудеса. За день Туяна отправляет в мишень свыше 300 стрел. Мы все тренируемся ради того, чтобы попадать точно туда, куда хочешь. Мы делаем очень много выстрелов. Я даже не знаю, не могу сказать про каждый выстрел, как по ощущениям. Мы скорее нарабатываем, наверное, чтобы стрелять всегда автоматом. То есть просто натягиваешь, бездумно стреляешь. То есть это уже на соревнованиях помогает? Это да, должно помогать. Пригодился навык и на последнем чемпионате мира. Этот старт стал для Туяны одним из первых взрослых соревнований. Было непросто. Финал вышел весьма драматичным. После первых двух сетов в то, что женская сборная России сможет завоевать золото, верили лишь самые преданные фанаты. Девушки проигрывали со счетом 4-0. Однако радость противников была преждевременной. Наши спортсменки собрались и больше не уступили ни одного сета. 4-4. Судьба медали решилась на перестрелке. Начать дуэль выпало Туяне. Пока девушка шла к рубежу и целилась, зарубежные комментаторы расслабленно рассуждали о том, как же сейчас должно колотиться сердце 19-летней лучницы. И сорвались на крик, увидев результат. Даши Доржева! Вау! Вау! That's a good way! Россиянки начали с десятки и победили. Впервые за 28 лет. Теперь фамилию забайкальской спортсменки, равно как и ее подруг по команде, знает весь мир. Правда, сама Туяна своего чемпионства пока не осознала. Говорит, что сейчас довольна не столько почетным титулом, а тем, что смогла порадовать своих самых преданных болельщиков – родителей. Золото чемпионата мира – достойное пополнение в коллекцию наград забайкальской лучницы. На международных соревнованиях кубков не дают. Кубки только на России. Бывают такие исключения, когда, допустим, вот такие подобия кубков мне дали в Испании на первенстве Европы. Это целый 2011 год, 4 года назад. Если такие дают, то хорошо. А так только на России. Только в этом году Туяна соревновалась в семи разных странах мира. Странички в загранпаспорте заканчиваются моментально. Первым штампом в новом будет бразильский. В сентябре девушка полетит на предолимпийские сборы. Стрелять Туяна планируют еще много лет. А попутно – закончить учебу на факультете психологии и получить второе высшее. Ведь до того, как увеличится стрельбой, девушка мечтала стать архитектором. Но это все далекие планы. А пока любимая математика помогает ей в основном при учете скорости и направления ветра, чтобы ее стрелы летели точно в золото. Алена Ведерникова, Николай Шенков, ЗАПТВ.